За подписью руководителя страны вышло постановление о дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства. Оно принято в соответствии с государственной программой по реализации стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Согласно документу, начиная с 2022-2023 учебного года намечается обучить учеников школ игре как минимум на одном национальном музыкальном инструменте. Все детали в комментарии нашей программы. Новый Узбекистан. Его развитие по всем направлениям носит системный, а главное глубоко продуманный характер, что не только позволяет последовательно решать актуальные задачи, но и во многом предопределяет дальнейший стремительный рост, в основе которого самое главное – человек, его честь и достоинство. То есть кардинальные перемены последних лет обусловлены прежде всего созданием достойных условий жизни для населения, включая самые отдаленные местности нашей страны. И в этом плане особое внимание уделяется повышению качества услуг в сфере культуры и искусства, системной организации на местах театральных, цирковых представлений и других культурно-массовых мероприятий, выявлению и всесторонней поддержке талантливой молодежи, обеспечению образовательных учреждений, музыкальными инструментами, учебниками, сборниками нот и учебно-методической литературой. То есть созданию в этом плане целостной системы. На что и направлено постановление президента о дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства. В частности, согласно документу, начиная с 2022-2023 учебного года, намечается обучить учеников школ игре как минимум на одном из национальных музыкальных инструментов. В документе очень много пунктов, направленных на широкую пропаганду, наряду с национальными традициями и ценностями национальных мелодий среди населения. Акцент делается на повышение музыкальной культуры через развитие предмета музыки в образовании. Это очень большое дело, предусматривающее всестороннюю поддержку творческих коллективов, что, несомненно, повысит престиж национальной культуры и искусства как в стране, так и во всем мире. Учителя по предмету музыка должны владеть одним музыкальным инструментом, а с 2022-2023 учебного года в обязательном порядке уже тремя его видами. Таким специалистам при сохранении заработной платы на основной работе разрешается проводить занятия по музыке и вести кружки. В 2022-2024 годах планируется 10 130 общеобразовательных школ, 323 детские школы музыки и искусств, 826 центров культуры обеспечить 7 видами национальных музыкальных инструментов, на что направят 205 миллиардов суммов на практическую организацию для учеников кружков в текущем году исполнительского мастерства на национальных музыкальных инструментах изобразительного и прикладного искусства «Ремесел». Предусматривается выделение средств в размере 92 миллиардов суммов. Впредь выпускники наших образовательных школ будут не только знать теоретически, но и практически исполнять на этих музыкальных инструментах выбранные такие инструменты, как дойра, тутар, рубаб и другие инструменты. Наше новое поколение должно быть обязательно эрудированным, культурным, начитанным, многознающим. С 1 апреля нынешнего года по 1 января 2025 года для организации, в общем доходе которых по итогам текущего отчетного налогового периода не менее 60% составляют доходы от производства национальных музыкальных инструментов, налог с оборота и ставки социального налога устанавливается в размере 1%. До 1 января 2025 года непроизводимые в нашей стране музыкальные инструменты, усилители, техническое оснащение, освещение, специальные костюмы и обувь освобождаются от таможенных платежей. Речь и о проведении в школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях, викторических концертов, а также организации среди учеников и студентов в разрезе образовательного учреждения района, области, республики 11 республиканских смотров конкурсов в сфере культуры и искусства. Под руководством творческих работников, удостоенных государственных премий в сфере культуры и искусства в школах, среднеспециальных и высших образовательных учреждениях будут организовываться школы мастерства. Им дополнительно в качестве заработной платы будет выплачиваться по 4,5 миллиона сумм. Утверждается годовой календарный план культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, которыми в частности в этом году планируется охватить 13 миллионов человек. Они включают в себя 25 международных и республиканских фестивалей, организацию караванов культуры в отдаленные Махали, концертные представления коллективов филармонии Узбекского центра национального искусства МАКОМ, ансамбля МАКОМ имени Юнуса Раджаби, творческого коллектива государственного учреждения «Узбекский государственный цирк», спектакли театров, благотворительные концерты для поддержки симфонических оркестров, календарные планы относительно 14 профессиональных праздников, проведение дней культуры регионов и гастролей. Это мечта каждого артиста выходить на сцену и встречаться со своей любимой публикой. И в этом смысле планирование культурно-массовых мероприятий по республике Узбекистан планирование фестивалей на целый год, каких-то увеселительных мероприятий, мы уже начинаем работать одновременно над произведениями, которые мы будем исполнять в конце года или в середине года. То есть это стимулирует каждого работника искусства и культуры. Это толчок к большому развитию культуры в Узбекистане. В сфере культуры открылись большие возможности. Это постановление позволит нам объездить всю страну, позволит планировать наши концерты. Дело в том, что в регионах очень нуждаются в качественной симфонической музыке. Данное постановление предполагает собой создание музыкального каравана, каравана культуры, который позволит нам объехать всю страну и при этом даст колоссальный толчок для всей культуры Узбекистана, что сделает нас всех гораздо счастливее. Отныне будет внедрена практика, когда минимум раз в квартал все государственные организации, учреждения, предприятия за счет внебюджетных, а также профсоюзных средств будут приобретать билеты и абонементы для своих сотрудников на концерты, цирковые и театральные представления. Данное постановление открывает много возможностей в сфере развития циркового искусства. Намечаются большие гастроли. В данном постановлении есть заложено это, что в цирке будет большая реконструкция. Это значит модернизация всего, что есть в цирке. В результате мы получим очень масштабные номера. В целях государственной поддержки сферы на основе идеи «Во имя чести и достоинства человека» ежегодно будут даваться государственные заказы 40 новых спектаклей, создание 40 музыкальных произведений, как минимум 100 аудиовизуальных произведений высокого художественного уровня, предназначенных для социальных сетей, а также на обработку при помощи караоке минимум 150 самых лучших национальных песен, проведение самое меньшее 100 встреч известных творческих личностей с населением отдаленных сел, создание музыкальных альбомов, национальных мелодий, позитивно влияющих на душевное состояние человека. Каждый театр получит по одному государственному заказу и по одному спектаклю будет сделано. А что значит госзаказ? Это значит, это какой-то бюджет, на который можно действительно, освоив этот бюджет, поставить очень хороший, качественный спектакль. Главной темой этих спектаклей, этих 40 спектаклей, основанных на госзаказе, «Инсон кадра учун», человек, личность, его проблемы в обществе, его какие-то чаяния, и то, что со стороны государства на это делается отдельное ударение, я считаю, это действительно важно. Если эти деньги, которые дает нам государство, использовать целево и правильно, я считаю, что театральное искусство пойдет только вверх. Это дает большие возможности, потому что это полноценно, можно ни за что не волноваться и ставить хорошие, большие пьесы. В рамках социальной странички в сети интернет Министерство культуры Республики Узбекистан намечается организовать целый ряд конкурсов, таких, как, например, самые лучшие 100 исполнений на музыкальных инструментах, 100 национальных песен, 100 национальных музыкальных клипов, 100 музыкальных композиций на основе караоке, самые лучшие 50 спектаклей. Телеканал «Маданетва Амарифат» национальной телерезокомпании Узбекистана определен главным информационным партнером Министерства культуры. Учреждается ежегодная национальная премия культуры и искусства. Представителям сферы культуры и искусства долгие годы, плодотворно проработавшим в данном направлении, а также молодым одаренным творческим личностям будут предоставляться субсидии в размере 50% от стоимости жилья, приобретаемого на основе ипотечного кредита. Утверждается дорожная карта по реализации концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан в 2022-2023 годах. Предусматривается приобрести для 37 театров и узбекского государственного цирка по одному автобусу и грузовому автотранспорту, а районных и городских отделений культуры по автомашине марки «Дамас», для чего из государственного бюджета намечается выделить 45 миллиардов сумм. Также во внебюджетный фонд Министерства культуры направят в 2022-2023 годах из государственного бюджета 100 миллиардов сумм для проведения различных мероприятий. В целом, для реализации обозначенных в постановлении мероприятий в 2022-2024 годах из государственного бюджета намечается выделить 1 триллион сумм. Сознание словно бриллиант, чистота которого отражает ценность нашей жизни. А все новые оттенки прекрасного, которые в основе дальнейшего развития культуры и искусства наполняют ее новым содержанием.